Приветствую вас, разумеется, то, что сказали мои коллеги в контексте скуки является правдой, то есть, как бы, об этом вам подумать, безусловно, нужно, но я думаю, что вас, ну, моё такое предположение, что вас больше интересует всё-таки именно вот то, что касается мужчины, то есть вас интересует именно то, что мужчина хочет сказать. Что мужчина хочет сказать именно своей вот этой вот фразой, когда он говорит, что это пройдёт. Я думаю, что вас интересует это в данном случае, хотя скука, конечно, это обращает определённые моменты в жизни вашей. Вот, но тем не менее. Итак, итак, мужчина, говоря вам, что это пройдёт, значит, понимает, что, значит, с одной стороны, с одной стороны, высказывая ему то, что вы скучаете, да, высказывая ему то, что вы скучаете, именно высказывая ему это, а вы делаете намёк, вы делаете намёк на то, что хотите быть ближе к нему. То есть вы как бы говорите, что я скучаю, давай как бы будем ближе. Ну вот. А мужчина, вот ваш мужчина, да, он ближе с вами быть не хочет как раз-таки. И вот это, пожалуй, и есть ключевой момент, который вам нужно уяснить для себя, уловить для себя. Ключевой момент в том, что человек не хочет быть к вам ближе. Человек хочет либо сохранять дистанцию, либо вообще не настроен на серьёзные отношения с вами. Вот. То есть человек, ну, вполне возможно, вообще не рассматривает вас как серьёзного партнёра, как, ну, как спутницы жизни или как свою девочку и так далее. То есть, грубо говоря, мужчина не хочет, чтобы вы были привязаны к нему. Мужчина не хочет, чтобы вы чересчур в нём нуждались. Вот это, пожалуй, и есть тот самый ключевой аспект именно данной ситуации. Вот. Если мы говорим конкретно о том, что означают его слова именно в контексте ваших с ним взаимоотношений. Именно в контексте того, ну, в каких отношениях находитесь вы. То есть вполне вероятно, что вы волей или неволей нарушаете какие-то личные границы мужчин. Вот. То есть вы просто, ну, просто нарушаете эти самые личные границы. Вот. То есть сближаетесь больше, чем человек этого хочет. Вот. Сближаетесь больше, чем комфортно, например, мужчине, допустим. Ну, пока мужчине просто. Вот. Вот. Если это повторяется с несколькими, значит вы сближаетесь для чего-то конкретного в контексте своих потребностей, в контексте своих желаний. Вот. И, собственно, здесь уже нужно думать именно о том, что это за потребности у вас, что это за желания у вас и, собственно, как вы эти потребности и свои желания удовлетворяете. Значит, и так далее. То есть нужно выяснять, что стоит за пределами, вот, того, что вы делаете. Что стоит, что лежит в основе этого. Вот. Я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Надеюсь, что мой ответ был полезен для вас, потому что я надеюсь, что вы сделаете выводы, соответствующие из моего ответа вам. И, соответственно, будете дальше как-то вот, ну, корректировать свою деятельность и будете как-то ее, может быть, ну, может быть, лучше немного контролировать. Вот. Потому что это необходимо, если мы хотим, чтобы вы для себя все прояснили. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.